Девочка-пай Девочка-пай Если это сюрприз, откуда ты все знаешь? О, мистер Блейк, вы не познакомите меня с вашим юным другом? Генерал, я думал, вы уже уходите Сначала мне хотелось бы познакомиться с этим молодым человеком Это мой племянник Брэндон А это генерал Акбар Он живет в отеле Очень приятно, генерал Надеюсь, вас привлекает служба в армии, молодой человек Я как-то не думала об этом Подумайте, подумайте Приезжайте ко мне на родину Я расскажу вам о наших героях И вам наверняка захочется вступить в нашу народную армию А я не слишком мал? У нас служат юноши Все мои сыновья офицеры Все 15 У вас 15 сыновей? Помимо Ахмеда Ну, он не в счет Простите, генерал Брэндон еще не готов к военной службе Но спасибо за предложение Мэг, не забудь про праздник У меня завтра день рождения Наверное, хлопотно устраивать по 15 праздников в год О, нет Этим занимаются мои жены Рад был познакомиться, генерал Я тоже Может, после дня рождения вы вступите в нашу армию? Я посоветуюсь с мамой До свидания Да хранит вас Аллах Ты очень любишь рисковать, верно? Ну, надо же было проверить Хорошо Резамаскированным Мне не хватает только жен Субтитры — Субтитры добавил DimaTorzok Настыр — Субтитры добавил DimaTorzok До свидания Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Келли! 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 Что ты тут делаешь? Я только что видел один из вертолетов Тоннова. Надеюсь, меня не заметили. Слышишь? Алло! Алло! Я слушаю. Не надо их прятать, мама. Брэндон! К чему лишние хлопоты? Я знаю про завтрашний праздник. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? Ты сама. Брэндон, не хитри! Ну, я просто догадался. День рождения завтра, а ты ни словом не обмолвилась. Я понял, ты готовишь сюрприз. И решил, что им станет праздник. Ну, что мне с тобой делать? Я старалась все держать в секрете. Надеюсь, тебе понравится. Конечно. Кого ты пригласила? Ты не хочешь, чтобы это было сюрпризом? Нет. Вот, список. Посмотри его. Наверное, прятать подарки нет смысла. Что ты мне подаришь? Вот это ты узнаешь только завтра. Я не знаю. Эй! Ты забыла про Итона. Почему ты его не пригласила? Ну, вряд ли он сможет прийти. Конечно, сможет. Я хочу, чтобы ты его пригласила. Вы с ним что, поссорились? Нет. Ну, с чего ты это вдруг так решил? Просто он давно не заходил. Ну, его только что избрали окружным прокурором. Ему надо все наладить. Мама, он и раньше был окружным прокурором. Что еще ему налаживать? Дело не в этом, да? Ты чего-то недоговариваешь. Ну, все ясно. Мой сын – частный детектив. Да, дело в другом. Лауре просто непонятна наша дружба с Итоном. Почему? Ты задаешь много вопросов, друг мой. Вовсе нет. Что же ей непонятно? Это долгая история. У меня есть время. Ладно. Когда праздновали избрание Итона, я поцеловала его на радостях, желая его поздравить. А Лаура неправильно это истолковала. Может, сменим тему? Раз ты в курсе насчет праздника, помоги мне все организовать. Ты не принесешь карточки с именами, а не на кухонном столе? Ну? Чего ты ждешь? Сходи за ними. Не понимаю, я сказала, Майклуб 6.30. И где же он? Я подожду тебя, вдруг он уехал домой. Спасибо тебе огромное. Я только разберусь кое с чем в офисе, и тогда смогу уйти. Хорошо. Я не знал, надолго ли ты задержишься. Может, мы сходим куда-нибудь пообедать? Что скажешь? Ты очень добр, но не беспокойся. Я выбросила из головы дурацкие мысли насчет Джины и того дружеского поцелуя. Это был дружеский поцелуй, и не более того. Я тебе верю, не переживай. У тебя усталый вид. Да. Я и не думал, что компания отнимет столько сил. Дорогой, мне бы очень хотелось поехать в горы. Но, похоже, придется просто как-нибудь развлечься сегодня. Где бы тебе хотелось пообедать? Решай сама. Только давай потом непременно побродим по пляжу. С удовольствием. Может, я найду Майкла, и мы сразу же уедем? Подожди тут. Покупатели звонили целый день, Антония. Им нужны подробности, а я не знаю, что сказать. Я просто в панике из-за собрания. Сама знаешь. Скажи им о забастовке, и что они узнают все подробности, когда я вернусь. Но так же нельзя. Я не знаю, что ты им пообещал. Как я смогу держаться уверенно, не зная, о чем идет речь? Успокойся, Саша. Тебе незачем все знать. Ты справишься, ты сумеешь выкрутиться из любой ситуации. Я убедился в этом на личном опыте. Тебе это кажется забавным, а мне нет. Я сижу тут в Санта-Барбаре, отбиваясь от разъяренных клиентов. Мне казалось, что это не входит в мои обязанности, дорогой. Успокойся, сходи к массажистке, в парикмахерскую. Купи что-нибудь вкусное или шляпку. Соберись с духом и проведи собрание. Я полагаюсь на тебя, Саша. У меня тут проблемы посерьезнее. Так что будь добра. Справься со своими нервами. Ладно. Алло, это Саша Шмидт. Я хотела бы попасть к Мэку Блейку как можно скорее. Когда он будет свободен. Спасибо. Кажется, они улетели. Надо убраться отсюда, опасность велика. Мы близко к выходу из тоннеля, они заметят свет, когда вернутся. По-моему, ты мудришь. Нас так и так заметят в тоннеле. Думаю, лучше вывести из него поезд, а слезать с него не стоит. Если мы выведем из него поезд, нас точно заметят. Мы будем тут сидеть? Нет, не будем. Вылезай-ка оттуда и одевайся. Есть, сэр. Слушаюсь, сэр. Ты не подашь мне одежду? Да. Все, что скажешь. Ты вроде ошарашен. Будто не видел раньше голых женщин. Да я просто думал, ты захочешь сначала вытереться. Но я решила не тратить зря время. Я знаю, что ты этого не любишь. Да ладно. Да, я приеду. Да. Какое покрывало тебе больше нравится? Темное, самое темное. Придумал бы что-нибудь поумнее. Я похожа на твою жену? Скорее на мою вдову. Будь я твоей вдовой, мне пришлось бы совершить обряд Сати. Ты совершила бы его с мужчиной куда моложе меня? Видишь ли, Сати не то, что ты думаешь. Один из нас явно заблуждается. Кстати, о заблуждении. Ты не изменил своего отношения к Мэку? Пока что нет. Брось, он проявил изобретательность и помог нам. Он не придурок с литыми мускулами. Не будем спешить. Я еще подумаю годик-другой. Вот это да. Что скажешь? Вы выглядите просто потрясающе. А кто звонил? Из фитнес-клуба. Саша Шмидт пожелала срочно попасть на сеанс ко мне. Удачи нам сопутствуют. Это замечательно. Мэку, конечно, повезло. А нам что с этого? Саша не явится на собрание. Я боялся, что она меня раскусит. Ты провел Брэндона. Вряд ли тебя узнает малознакомая женщина. Но она женщина. Куда до нее невинному ребенку? Пойми, это блестящая возможность получить сведения. Окажись там Саша, все пойдет на смарку. Поэтому ты должен приложить все силы к тому, чтобы помешать ей явиться на собрание. Конечно, если ты не против. Ого. Ну что ты? Ну, прекрасно. Извините, пойду надену чедру. Почему ты так на меня глянул? Когда? Когда я попросил тебя помешать Саше явиться на собрание. Скажем так, я думаю, ты кое о чем умолчал. О чем? О том, почему ты не хочешь встретиться там с Сашей. Занимайся гимнастикой, Мэг. Дедукция не по твоей части. Мы благодарны тебе за идею насчет костюмов, но не забывайся. Слушай, я не слепой. Я заметил, как вы с Сашей поглядывали друг на друга. Чепуха. Уж кого-кого, а женщин я знаю. И раз Саша так на тебя смотрит, это неспроста. О чем мы говорим? Мне это неприятно. Ясное дело. Но имей в виду, твоя жена замечательная женщина и достойна того, чтобы к ней получше относились. Вот и я. Ой, это бледное лицо и шалима. Восхитительно. Спасибо, спасибо. Слушайте, мне пора. Саша хочет, чтобы я над ней потрудился. Потрудись хорошенько. Да. Вы о чем-то поспорили? Дай взглянуть на мой маленький Мамтаз Махал. Мумтаз. Мумтаз. Да. Вы о чем-то поспорили? Нет, у нашего атлета возникла новая идея, но это бред. А теперь отправимся навстречу в Самаре, ладно? Погоди. Вот так-то. О боже, набор химикатов. Он у тебя уже есть? Да, но не такой. Спасибо, Майкл. Позволь мне напомнить тебе, Майкл. Оппенгеймер тоже так начинал. Да. Брэндон, вот здорово. Я всегда любила химию. Покажи-ка. У меня было такое в детстве. Я чуть не взорвал гараж. Отлично. Спасибо, Эйтон. Мне стало куда спокойней. Извини. Нет, я буду осторожным. Теперь они куда безопаснее. Может, мне повезет, и он взорвет только крыльцо у черного хода. Спасибо, Майкл. Не за что. Ты проявил такую заботу. Итон, мама устраивает завтра праздник-сюрприз. Я хотела узнать, придешь ли ты. И ты, и Лаура. Он упорно называет его сюрпризом, хоть знает все заранее. Но если у вас важные дела, ничего страшного. Ну, что может быть важнее дня рождения Брэндона? Конечно, мы придем. С удовольствием. Чудесно. Можно я пойду поиграю? Конечно. Только смотри, не превратись в мистера Хайда. Приятно делать ему подарки. Он так это ценит. Да. В этом и похоже. Да. Я люблю подарки. И ценишь их? Подумать только. Ну, я буду иметь это в виду. Слушай, Майкл, ты забрал бумаги у бухгалтера. Я везде их искала, но не нашла. Да, по-моему, я их забрал. Пойду поищу в офисе. Ладно. Сейчас вернусь. Я должен перед тобой извиниться. Да? За что? За то, что ушел с приема, ничего тебе не сказав. Ничего страшного. Я знаю, что случилось с Лаурой. Хорошо, что все обошлось. Я рада. Случай был пустяковый, но тогда я этого не знал и напугался. Джина, я не знаю, что и сказать по поводу случившегося тогда. Не говори ничего. Я все понимаю. Иначе и быть не могло, ведь ты не свободен. Я и не хотел причинить тебе боли. Не волнуйся. Я приду в себя. Бухгалтер приедет в среду. Отдай ему папку с моего стола для начала. И если возникнут вопросы, пусть позвонит мне. Ладно. Майкл? Да? Надо срочно принять роды. Меня вызвали в больницу. Подвезешь меня? Моя машина в ремонте. Конечно. Подожди пару минут. Я все закрою. Нет, нет, поезжайте. Я все закрою, когда закончится занятие. Серьезно? Да, дело срочное. Поезжай. Ладно. Хорошо. Спасибо. До встречи. До свидания. Ну, мы, наверное, увидимся завтра вечером. Да. По-моему, у тебя паранойя. Никто не заметит свет этого фонарика. А там очень сыро. Будешь знать, как выходить на холод, не обсохнув хорошенько. Какая разница, от чего умирать, от простуды или от голода? Ты проголодалась? За весь день я съела только апельсин. Конечно, проголодалась. Ну, давай посмотрим, что там есть, а? Где ты это взял? Нашел в кабине машиниста. Бог знает, сколько оно там провалялось. Надеюсь, там что-то вкусное. Хорошо бы. Арахис. Угощайся. Арахис дай немножко. Бери хоть все. Очень люблю эти орехи. Очень. Вот, возьми. Нет, ешь сама. Бери. Ведь мы же поделим с тобой золото. Как ты распорядишься своей долей? Чего, орехов? Нет, золото. Не понимаю, зачем оно тебе понадобилось. У тебя нет финансовых проблем. У тебя золотая кредитная карточка, золотой папочка. Этого должно быть достаточно. Или нет? Ты просто очень плохо меня знаешь. Мне нужна независимость. Независимость? Ладно, ты богат и независимый. На что ты потратишь первый биллион? Сам знаешь на что. Я хочу вернуть компанию. Ни Иден, ни Мейсону это не удалось. Будет славно, если спасительницей вдруг окажусь я. А потом куплю себе что-нибудь. Этакое, например, игрушечную железную дорогу. Ну, а ты? Роберт? Что? Что такое? Я спросила, на что ты потратишь свою долю. Ну, я знаю. Ты уже догадалась? Да, догадалась. Ты попытаешься сдвинуть с места горы, чтобы вернуть себе Иден. Я не думаю о том, как вернуть Иден. Мои мысли занимают другое. Что же именно? Как выбраться отсюда живым? Попытка борьбы с Тоннеллом – чистое безумие. О ней я не думаю, у меня нет на это времени. Ну, призадумавшись немного, ты бы понял, что мы оказались тут только из-за Иден. Не откажи она тебе, ты не попал бы в Эль Дьявола. Она играет важнейшую роль в твоей жизни. Почему ты это отрицаешь? По-моему, ты все время сама думаешь об Иден, и она играет важную роль в твоей жизни. Да, это так. И я не боюсь в этом признаться. Было бы глупо отрицать это. Может, вы с ней повздорили, но я уверен, что это ненадолго. Вы с ней всегда будете близки, у вас так много общего. Да, да, но порой она меня раздражает. Очень трудно быть младшей сестренкой и пытаться угнаться за ней. Она всегда была первой, самой любимой, самой умной, самой… Это тяжело. Наверное, приятно иметь братьев и сестер. Приятно, когда ты не одинок в детстве. Но наряду с удовольствиями случаются и огорчения. Даже за надежными стенами особняка Кэппэллов. Мы жили в изоляции от мира. А ты, видимо, жил иначе. Ты ждёшь признания, мы говорили о тебе. Я не хотела тебя задеть. Просто было бы приятно узнать тебя получше. Ты знаешь обо мне куда больше, чем я о тебе. Давай договоримся. Не будем задавать друг другу вопросов. Почему? Потому что мне так нравится. Да-да, милая ситуация. Генерал Акбар, как поживаете? Рад снова встретиться с вами. Вы меня не помните? Берут. Семь лет назад. Я Хазари. Семь лет назад, Берут. Ну да, Хазари, вот приятная встреча. Вы ничуть не изменились. И изменились вы с тех пор. Вы стали несколько выше. Разве? Американская обувь, вот в чём секрет. И ничего больше. Тоннелл уже здесь? Нет, мы с нетерпением ждём его приезда. Как выполняется наш заказ? Именно это мы и узнаем сегодня, да? Генерал, я имел счастье встречаться с некоторыми из ваших жён, но это ещё не видел. Да, это недавнее приобретение. Познакомьтесь, это Джармила, моя богиня лунного света. Вы глубоко польщён, миледи. Позвольте мне позаботиться о вашем угощении. Вы крайне любезны. Простите. Джармила, Марлен Дитрих, Кисмет. Восхитительно. Это пригодится в будущем. Подумай лучше о собственной сохранности. А, кстати, пожалуй, мне пора выразить своё негодование. Да, но сколько можно ждать? Неужели? Неужели мы должны покорно тут топтаться, словно верблюды в ожидании погонщика? Никак нет. Я связан с роками, как и все мы. Да, 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 конечно. Груз обещали отправить пятнадцатого. Пятнадцатый наступил, а где же груз? И вправду где же он? Я требую, чтобы мне сказали правду. Иначе народная армия поднимется на борьбу с мистером Тоннеллом. Если он не смог приехать сам, где его представитель? Сколько можно ждать? Это оскорбление. Для всех, кто борется за святое дело. Десять. Да. Ну-ка, врозь вместе. Врозь. Вместе. Я тебя понимаю, я как-то связался с замужней женщиной. Да, ну. Да, и очень зря. Больше не буду. И правильно, от них одни неприятности. Похоже на то. Ты судишь об этом по личному опыту, да? Ну да. Только он оказался большим мерзавцем. Хитрым и коварным. Пожалуй, его жена нравится мне больше, чем он сам. Ей, по крайней мере, можно верить. Если ты знакома с ними обоими, это крайне редкая ситуация. Я не хочу обсуждать это. Мэк, сколько там? Подожди, еще немного и мы закончим. Мэк, я не могу, меня уже давно ждут. Послушай меня. Подожди пять минут и расслабься. Иначе это добром не кончится. Мэк, все хорошо. Ей-богу. Думаешь, все хорошо? Ты уверена? Сейчас проверим. Что ты делаешь? Мэк, я не могу повернуть голову. Вот видишь, ты в напряжении, я же говорил. Нагнись. Нагнись. Нагнись, нагнись, давай. Слышишь? Опусти голову. Вот, умница. Так, так. Мне надо идти. Ну-ка, расслабься, слышишь? Сбрось напряжение. Ну уже. Ну как? Можешь поднять голову? Не могу. Привет, как дела? Не очень-то. Эта юная девушка совсем одинока. Отец ребенка ее бросил. Ей страшно. Она просит позвать священника. Вик тут в часовне, я схожу за ним. Нет, я уже ходила, его там нет. Я могу позвонить. Наверное... Майкл, я знаю, ты уже не священник, но может ей станет полегче, если ты побудешь с ней. Она живет там, где раньше был твой приход, и ты вызовешь у нее доверие. На каких основаниях? Я не прошу тебя служить Мессу, просто побудь с ней рядом, чтобы роды прошли благополучно. Ладно, я это сделаю. Ее зовут Инесс, ее вот-вот привезут сюда. Инесс, это она? Да. О, Боже. Боже. Инесс, меня зовут Майкл. Я не священник, но тоже католик. Если хотите, мы помолимся вместе или поговорим, хорошо? Я не хочу умирать. Вы не умрете. Все будет хорошо. Соберитесь силами, и вы со всем справитесь. И знаете, вам надо научиться правильно дышать. Грета вам все покажет, согласны? Господи, мне так страшно. Все будет хорошо, уверяю вас. Майкл прав. Все будет хорошо. Время все идет и идет. Я возмущен, как и все вы, и хочу получить ответ. Все знают, что я за человек. Не выношу лгунов и дураков. По-моему, нас обманули. Мы имеем право знать, где наш товар. Но... Тоннелла нет, и он никого не прислал. Может, все мы жертвы обмана? Мне сказали, что Тоннелла нет в городе. Нам стоит поделиться друг с другом сведениями, чтобы вернуть себе деньги и товар. Надо бы найти Тоннелла и его приспешников и допросить их с пристрастием. Мы большие специалисты по этой части. Так что же вам известно о планах Тоннелла относительно поставок? Возможно, я помогу вам, джентльмены. Может, хватит? Ты меня с ума сведешь. Мне лучше думать, когда я двигаюсь. Пожалуй, я знаю, о ком ты думаешь. Ты все знаешь, не так ли? Я ошибаюсь? Такая любовь бывает лишь раз в жизни. Да и то не у всех, только у счастливчиков. Неужели ты любила кого-то, кроме себя самой? Зачем же издеваться надо мной? Прости. И кого же? Первого мужа. Его звали Джо Перкинс. Он умер. Я думала, что больше уже никого не полюблю. Похоже, это и вправду так. Люди говорят, время залечивает раны. Не знаю. Порой мне кажется, что боль неизбывна. Она так долго не отступала. И с тех пор у тебя никого не было? Нет. Были и другие. Я даже снова вышла замуж. Но я пыталась воссоздать то, что было раньше. Это оказалось невыносимо для нас обоих. И все кончилось плохо. Да, это мне знакомо. Мне бы хотелось помочь тебе. Но я даже не знаю, что сказать. Не говори ничего. В сочувствии я не нуждаюсь. Я хочу остановить Тоннелла. И мне не мешало бы толком выспаться. Подремлем немного, ладно? На жёстком полу и плохо спится. Я не Кэппл. Мне случалось спать на полу. Что это такое? Что? Что? Я кое-что тебе покажу. Иди сюда. Что? Посмотри-ка. Мы думали, это золото, но это какое-то другое вещество, покрытое позолотой. Я же говорил, Тоннелл транспортирует отсюда не только золото. Совсем как горная порода. Но что же это такое? Ну как, малышка? Отлично. Здоровенькая. А ты как? Я ошеломлён. Рождение ребёнка для меня просто чудо. Поверь. Некоторые события и мне кажутся чудесными. Например, то, как ты помог Инесс в трудную минуту. Я ничего не делал. Ты был рядом, именно это и требовалось. И ты помог ей. И тебе этого хотелось. Что ж, я рад. Выпишешь чашку кофе? Чуть позже, с удовольствием. Я вымыла малышку, но надо бы ещё её проведать. Ты подождёшь? Конечно. Да и кофе слишком горячий ещё. Майкл, отсюда кто-нибудь выходил? Нет. Ты никого не видел? Нет, а что? Инесса исчезла, её вещей тут нет. Что? Ну вот. Вот. Да, почти готово. Да. Какое чудо. Итан научил меня превращаться из доктора Джекила в мистера Хайда и обратно. Замечательно. Смотри, не превратись ещё в кого-нибудь. Дорогой. Да. Не хочешь ли отведать моего свежего шоколадного печенья? Знаменитое шоколадное печенье Джины. Слушай, Брэндон, не пора ли нам оставить занятие химией, чтобы ты успел выспаться? Да, папа. Только поцелуй меня сначала. Я люблю тебя больше, чем всех предыдущих пап Итан. Я тоже люблю тебя, маленький озорник. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, сынок. О, как насчёт печенья? Знаешь, это правда. И я люблю тебя больше, чем всех предыдущих мужей. Вместе взятых. Хорошо бы собрать их всех вместе и выкинуть на помойку. Я рада, что у нас всё так удачно сложилось. Мне делается жутко при мысли о том, какого счастья мы лишились бы, если бы с Лаурой ничего не случилось. К счастью, она теперь общается с ангелами. Или с чертями. Давай не будем о ней думать. Подумаем лучше о нас троих. Брэндон, почему ты не в постели? Я не мог заснуть и решил съесть печенье. Что ты делаешь? Я просто мечтала. Но это не сбыточные мечты. Я спросила, не могу ли я помочь, генерал? Да, конечно, можете. Где наш товар? Мы желаем это знать. Простите, джентльмены, отправку пришлось отсрочить. Но мистер Тоннелл заверил меня, что причин для беспокойства нет. Вы его полномочный представитель, и где же Тоннелл? Железнодорожники устроили забастовку. И мистер Тоннелл ведёт с ними переговоры. Я уверена, этот вопрос решится через пару дней. Через пару дней это слишком долго. Может, это просто отговорка? Я ничего не слышал о забастовке. Мы требуем показать нам товар. Как знать, может, он где-то на складе в Санта-Барбаре? Может, кто-то предложил за него большую цену? Зачем же сеять смуту, генерал? Поверьте, вас ждут неприятности, если мы так и не узнаем ничего конкретного. Ну, хорошо. Я позвоню Тоннеллу и спрошу, как мне быть. Ах, вы знаете, как с ним связаться. Конечно, позвоните ему. Отлично, всё идёт по плану. Потому что я блестяще его осуществляю. Да, и никто не заметил, как сильно ты вспотел. Эта одежда куда теплее, чем кажется. Это не действует. Они думают, ты хранишь товар где-то на местном складе, надеясь получить побольше денег. Генерал Акбар уже просто вне себя. Вот чепуха, покажи генералу все склады. И он увидит, что там пусто. Ты должна их успокоить. Но как? Боже мой, ну откуда я знаю? Придумай сама. Энтони, мне осточертело действовать наугад. Скажи лучше, что это за товар и чем вызвана задержка. Тебе незачем это знать. Скажи, если хочешь, чтобы я с ними справилась. Ну ладно, я скажу тебе. Она повесила трубку. Она как-то странно на меня глянула. Тише, она идет. Извините, джентльмены. Я поговорила с мистером Тоннеллом. Он предлагает одному из вас съездить со мной на склад и убедиться, что вас не обманывают. Он посоветовал мне выбрать генерала Акбара. Я согласен. Я поверю лишь, когда все увижу сам. Прекрасно. Возражений нет? Генерал? Только генерал. Речь шла об одном человеке. Прекрасно. Так. Я не могу предотвожать мне его. А мне не придётся с ним. Я не помогаю. Даже из них не поможет. Уже это все. Крылья, честный ход. Возвожайся. Крылья форум, Крылья форум, Крылья, честный ход и цередник. Привет, Брэндон. Сантана? Что ты тут делаешь? Я сделал все, чтобы задержать ее. Не мог же я ее связать? Ты молодец. Но я не знаю, где Мэйсон. Он не звонил. Надеюсь, Саша его не прикончила. Слушай, я уверен, с Мэйсоном все в порядке. А я не уверена. Она вполне могла заманить его в западню. Зачем ей это нужно? Если она его узнает... Слушай, Мэйсону нет причин бояться Саши. Побеспокойся лучше о себе. Почему? Ты опасен для меня? Ну, это вряд ли можно назвать большой опасностью. Тогда я буду беспокоиться за Мэйсона. Ладно, беспокойся за Мэйсона. Хотя мне кажется, им и ничто не угрожает. Они такие маленькие. Для чего же они могут быть нужны? Ты не представляешь. Помнишь, я говорил, что нашел обезображенный труп? Да. Я почти уверен, что гибель того человека связана с этим. Ну-ка, отодвинься. Видишь, если я не ошибаюсь, это был крошечный кусочек Келли. Значит, с помощью этого можно уничтожить целую страну? Это опасно. Пойдем отсюда. Позолото служит изоляцией. Опасность возникает лишь при возгорании. Надо сохранить это. До момента стычки с тонулом. И пора вывезти отсюда поезд. Ты идешь со мной? Не оставаться же здесь, рядом с этим. Ну, как видите, генерал, это последний склад. И он пуст. Тоннелл не сказал вам, когда будет отправлен груз? Через пару дней. Для меня это неприемлемо. Я должен срочно получить товар. Вы знаете, насколько ценен этот груз? Прекрасно знаю. Неужели? Да. И мне понятно ваше беспокойство. Но, поверьте, их ждать осталось недолго. Даю вам слово. А пока что мне хотелось бы несколько скрасить вам ожидания. И поверьте, генерал, в этом я мастер. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok